МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня воскресенье, а это значит, что с вами программа «Готовим вместе» и мы, Андрей Дромов. И Андрей Даманский. А ещё сегодня с нами королева капуста. Именно она и станет основным ингредиентом нашей программы. Вкусная и полезная еда – отдельный праздник в жизни, поэтому не ленитесь, просыпайтесь и готовьте вместе с нами. Как обычно, мы постараемся показать вам, как легко рождаются ресторанные блюда на обычной кухне из простых недорогих продуктов. К тому же вы сами можете принять участие в нашей программе, прислав нам свой любимый рецепт на любой из адресов, которые видите сейчас на экране. 01-601, Киев, улица Дмитриевская, 30, программа «Готуй маразом». Электронный адрес – «Готуй маразом», собачка Укр.нет. Только не забудьте прикрепить к рецепту своё фото, ведь самые лучшие авторские рецепты войдут в нашу кулинарную книгу. В сегодняшней программе о капусте вы узнаете о целительных свойствах капусты. Приходит мужик, у него меч торчит, воротит. На тебе капусту, иди, сейчас попустим. Какая часть капусты опасна для здоровья? Это грех больший. Да, потому что в день не значит светится. Растёт ли на самом деле от капусты грудь? А об этом нам расскажет наш пластический хирург. Сегодня мы вместе научимся готовить сёмгу по древнему рецепту. А теперь сразу вслед за пирожечкой лосось. Давай, давай, давай. Узнаем, как с помощью капусты покорить женщину. Японец может своей японке-подруге прийти с вилком просто красокачанной капусты, как с букетом ростом. У нас с тобой много капусты. Мы нормальные пацаны. А также историю возникновения квашеной капусты. Опять китайцы. Китайцы, да, древние китайцы. Слушай, а сало не китайцы случайно придумали, нет? Нет, сало придумали древние украинцы. Пожалуйста, это наши исходные. Готовьте вместе с нами. Андрей Дромов, спешу сообщить тебе, что капуста это любимый овощ певицы Мадонны. Она может есть его в неограниченных количествах. А как у тебя с ней складываются отношения? Не с Мадонной, а с капустой. А я хотел сказать, что у меня еще со школьной скамьи с Мадонной сложились отличные отношения. Но что касаемо капусты. Капуста не было. Капусту рекомендую есть абсолютно всем. Она полезна и для желудка, и для тех, кто хочет похудеть, и для печени. И как говорят французы, поел щи, забрал у доктора пять суп. Что другими словами можно говорить? В переводе с французского на наш означает «Ешь блюдо из капусты, доктор не получает денег». Денег, да. Доктора у нас уже ненавидят. Выключили. Так. Предлагаю готовить сегодня вкусные, интересные, а главное, полезные блюда из капусты. Сегодня мы приготовим капустно-картофельное пюре с семгой гравлакс, ассорти из разных видов капусты с оригинальным соусом и деревенский салат по рецепту нашей телезрительницы, который не оставит равнодушным даже самого привередливого едока. Предлагаю начать сегодня с малосольной норвежской семги и пюре из картофеля и капусты. Я в свою очередь предлагаю проверить наши холодильники, вернее, ваши холодильники. Инспекция на предмет, все ли продукты у вас есть для приготовления этого пюре. Итак. Для приготовления семги гравлакс вам понадобится 350 граммов филе семги на шкуре, 100 граммов соли, 30 граммов сахара, пучок укропа, сок и цедра одного лимона. Для приготовления картофельно-капустного пюре возьмите полкилограмма картофеля, 400 граммов цветной капусты, 40 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сливок 30%, 2 помидорки черри, соль. Все, Андрей Дромов, у меня доска закончилась, я бы еще писал и писал. Отчитайся, какую семгу ты выбрал для приготовления гравлакс? Я выбрал норвежскую семгу и объясню, почему. Во-первых, норвежцы славятся своей любовью к рыбе и умение ее правильно выращивать и перерабатывать. Во-вторых, сама природа помогает им в этом, поскольку холодные, экологически чистые воды, в которых растет рыба, являются гарантией полезности и отличного вкуса, свежего, сочного и жирного. И вообще, Норвегия остается лидером в развитии и применении современных и эффективных методов рыборазведения. А в-третьих, Андрей Дромов еще и сам по себе просто шеф рыбного ресторана, и он прекрасно разбирается в том, какая рыба подходит, какая не подходит. Он, как говорится, на рыбе собаку съел. Или на собаке рыбу. Ты знаешь, да, я считаю, что наш потребитель еще не оценил этот продукт, мы больше едим мясо, и мне бы хотелось, чтобы вы, дорогие зрители, начали максимально включать в свой рацион рыбу. Даже ученые доказали, что люди, которые регулярно употребляют красную рыбу, втрое меньше страдают от онкологических заболеваний, гипертонии, депрессии. Так что рекомендуем. Я хочу сразу им поинтересоваться, будем ли мы рыбу мариновать, замариновано ли у тебя заранее, и если заранее замариновано, расскажи, как это делается. Ты знаешь, я расскажу и покажу, как правильно замариновать рыбу, но ждать мы не будем, так как ждать нужно будет 4 часа. Я подготовил заранее соленую рыбку. Ну, давай покажем. Да, давай. Технология процесса маринования семги. Итак, берем хороший, свежий кусочек норвежской семги, отрезаем кусочек такой граммов 350, не меньше. Так. Взгляд весы. Одним легким движением ножа в профессиональных руках, и мы сняли... Я уже знаю этот фокус. Ты уже знаешь, да? Да. И мы уже сняли семгу со шкурки. Вот это кошачья радость называется. Да, да, да. На этот кусочек нужно будет примерно 100 грамм соли, 30 грамм сахара, цедра одного лимона. Цедра или сок? Цедра и сок. И сок. Укроп подрезали. Ты, кстати, знаешь, что гравлакс в переводе с шведского практически слово в слово обозначает, как могильный и захороненный лосось. Да, у них тогда еще не было холодильников, и они закапывали засхоленную рыбу глубоко-глубоко в землю. Они закапывали похороны лосося, народный праздник скандинавский. Пожалуй, добавим-ка еще немного лимона. На лимонь нашу семгу. А чтобы не видеть кислого от лимона лица нашего шефа, расскажу-ка я вам лучшее о наших новых сюрпризах, которые приготовили мы и наш партнер, интернет-магазин «Розетка». А победительницей нашей прошлой программы становится Мария Горлачева из города Шостка, Сумской области. Вот этот сертификат на покупку одежды и обуви от нашего партнера интернет-магазина «Розетка» теперь ваш. А сегодняшний приз поможет вам увлечь ваших детишек и готовить без помех. Это детские игрушки из соответствующего раздела на сайте интернет-магазина «Розетка». Выбор, как всегда, очень большой. Тот, кто приготовит одно из блюд, которое мы сегодня готовим и первым выложит его на нашей странице в Фейсбуке, получит вот этот сертификат на приобретение игрушек. Адрес нашей странички в Фейсбук на ваших экранах. Подробные правила размещения фотографий читайте на стене нашей группы. Андрей Дромов, какова ситуация с гравлакс с семгой? Ну, дорогие друзья, смотрите, именно так должен выглядеть правильно замаринованный лосось гравлакс. Мы оставляем его в тёплом месте на часика 3-4. Это такая очень важная тонкость. Почему в тёплом? Потому что в тёплом быстрее маринуется любой продукт. Неважно, рыба, овощи или мясо. Поэтому отставляем его в сторону. Перейдём к второму основному ингредиенту нашего блюда. К пюре! Да не просто пюре, а картофельно-капустному пюре. Капустному пюре! Прекрасно! Нам нужно отдельно отварить картофель и цветную капусту. Объясню, почему. Да, у нас две кастрюли. Почему отдельно? Они не дружат, эти два овоща? Во-первых, уже бросаю практически в кипяток. Объясню, зачем. Картошка варится медленнее, а цветная капуста быстрее. Поэтому подай мне, пожалуйста, качан цветной капусты. Она даже на английском – cauliflower. You're right. Very good. Смотри, кстати, нужно подсолить немного водичку для цветной капусты. Скажи, пожалуйста, а капусту мы тоже кидаем в горячую воду? Да, капусту обязательно нужно кидаем в горячую воду. Как и картошку мы кидаем в горячую воду. Да. То есть ты уже понял, да, процесс приготовления нужно сделать быстро, чтобы максимально сохранить все полезные вещества в продукте. Гамбрендер. Да. Смотри, я такие оставляю большие довольно-таки соцветия. Не мельчу, потому что в процессе отваривания она может еще больше развариться. И поэтому мы ее и в кучу не соберем. Так, у нас уже практически кипит водичка. А, нам еще нужно, знаешь что? Дай мне, пожалуйста, одну морковочку, самую маленькую. Это морковная капуста? Да. Ее мне тоже нужно бросить и отварить. Для нашего пюре? Ты знаешь, что будет не для пюре. А для чего? Это мне нужно будет для нашего следующего рецепта. Снегаряка делать? Мы сэкономим время, и пока ее отварим, она будет себе охлаждаться, и ничего не помешает. Чтобы два раза не варить. Зачем? Ну что ж, наша водичка уже почти кипит. Да, с морковочкой. Отправляем, да, цветную капусту. Какая разница во времени варки? Сколько варится картофель, сколько варится капуста? Картофель варится минут, если маленькие кубики, минут 15-20. А цветная капуста, минут 5-10. Да, почувствуете разницу. Пока варятся наши овощи, мы что будем делать? А мы будем делать рулетики из нашего заранее замаринованного лосося. Мы их пока подготовим. Рулетики. Тоненько нарезаем. Ну что ж, сделаем такие себе мини-рулетики. Подготовим их. Они еще будут начиняться чем-то? Нет, потом просто быстренько сделаем декор тарелок. Пока откладываем его в сторону. У тебя кипит картошка? Кипит. Солить будем? Ну да, уже прошло где-то минут 5-10, как она закипела, пора ей посолить. Давай. Картошка сварилась, капуста сварилась. Да, итак, теперь настало время смешать наши ингредиенты. Отварную картошечку с цветной капустой. Если взять миксер и перебить картофельное пюре, мы обогащаем его кислородом, он остается пышнее, очень красивая, классная, вкусная текстура. А в случае блендера? Перебьет будет каша, можно будет поклеить обои. Но это же нам не надо. Итак, перебиваем. Давай. Тихо. Сварочные маски. Забрало, опустили. Так, теперь в наше пюре мы добавляем кубик сливочного масла. Для чего? Чтобы оно было более сочным? Но ты в пюрешечку добавляешь сливочное масло? Лично я нет. Почему? Потому что у меня есть Андрей Дромов, который всегда сделает это за меня. Отлично. Добавили сливочное масло. Теперь подай, пожалуйста, мне сливки. Буквально две столовые ложечки. Буквально все, что есть у меня на кухне. А мне много не надо. Вот так, чуть-чуть. Не жирновато ли будет? Да, кашу маслом не испортишь. Это же пюре. Пюре тоже. Так, Андрюш, пюрешка готова. Дай мне, пожалуйста, тарелочки. Дай. Ну что, начнем творить. Смотри, какие я делаю красивые. Какие ты делаешь такие? Граненые куски картофельного пюре. Да, называется такая форма ньокки. Ньокки? Да. Это что-то итальянское, по-моему, да? Лососевые крученики, да? Симужьи. Симужьи-спиральки. Так, этого достаточно. И это все? Андрей, ну подожди, не спеши. Ты же знаешь, что... Чири дать тебе. Я уделяю очень серьезное внимание... Декору. Декору. Лук и лосось гармоничны? Гармоничны сочетаются. Лимончик рыбий гармоничен? Да. Более чем. Более чем. Так. Ну, и что ж, теперь под конец возьмем еще немножко огурчика. Ну, все, теперь... Теперь точно все? Теперь я доволен. Ну, что ж, Андрюша, ты готов? Приятного аппетита. Сначала молчи. Я не могу говорить с набитым ртом. Почувствую эту гармонию и симфонию. Я не мог предположить, что такое достаточно простое блюдо из детства, как пюре, которое мамы готовят на скорую руку, можно настолько обогатить простым добавлением, опять-таки, не очень любимого из детства овоща под названием цветная капуста. Да. А теперь сразу вслед за пюрешечкой лосось. Давай, давай, давай. Очень вкусно. Главное, это просто два ингредиента. Вареный картофель и вареная капуста. Спасибо тебе, вот цветная капуста, за то, что ты сейчас открыла для нас новые горизонты в приготовлении такого простого блюда, как пюре. Хорошо. Не концентрируясь на стоимости лосося, который, в принципе, не может быть дешевой рыбой, давай поговорим о том, сколько может стоить такое пюре. Необычное пюре, приготовленное в ресторане и поданное в соответствии со всеми традициями а-ля ньокки и так далее. Как оригинальный гарнир, он может стоить 25-30 гривен за порцию. Себестоимость данного блюда будет порядка, ну, 6-8 гривен. Ну что ж, я остановлюсь, чего бы мне это ни стоило, в процессе дегустации, лишь для того, чтобы позволить сейчас нашим зрителям записать рецепт. Это такого простого и в то же время настолько интересного с точки зрения вкуса блюда, как пюре, приготовленное из картофеля и цветной капусты. Плюс лосось-граблакс. Филе семги отделите от шкуры, посолите, добавьте сахар, цедру и сок лимона, мелко нарезанный укроп. Оставьте в теплом месте на 4 часа. Спустя время нарежьте семгу тонкими слайсами и сформируйте рулетики. Чтобы приготовить картофельно-капустное пюре, отдельно отварите картофель и цветную капусту в подсоленной воде. Соедините овощи в одной емкости, взбейте миксером, добавьте сливочное масло и сливки. Еще раз взбейте. Из готового пюре сформируйте клетки. Добавьте рулетики из семги гравлакс. Декорировать блюдо можно зеленым луком, помидорами черри, дольками лимона, кусочками огурца. Приятного аппетита! Не знаю, как в семьях у наших зрителей, но мы с тобой, как любящие отцы, первое блюдо приготовили для деток. Это полезное пюре. И сейчас мы подумаем о наших женах. Мы приготовим настоящую витаминную бомбу. Мало того, что в ней будет много витаминов, в этой капустной феерии, она еще будет богата на цвета. Я говорю сейчас о капустном ассорти. Более того, в этом блюде мы расскажем и покажем, как можно по-разному приготовить каждый из видов капусты. И вот теперь, дорогие наши зрители, берем ручки или карандаши и записываем ингредиенты, которые понадобятся для капустного ассорти. Чтобы приготовить капустное ассорти, возьмите 150 г брокколи, 150 г цветной капусты, 150 г брюссельской капусты, 250 г краснокочанной капусты, 75 г подчеревка или бекона, 50 г красного сухого вина, половину репчатого лука, веточку тимьяна, 50 г сливок 30%, морковь, 2-3 зубчика чеснока, 20 г сливочного масла, 15 г подсолнечного масла, панировочные сухари, соль и перец. Если вам мой почерк напоминает корейские иероглифы, нет ничего удивительного. Дело в том, что капуста и блюда из нее входят в рацион подготовки корейских космонавтов. Кто-то из вас слышал о корейских космонавтах? Нет. Нет. Потому что все настолько вкусно, они столько сжирают, эти корейские, что не может ракета взлететь в космос, и все космонавты остаются на Земле. Вот такая история про корейских космонавтов. С чего мы начнем наше ассорти? Итак, Андрюша, в этом блюде у нас много видов капусты. Итак, у нас с тобой много капусты. Мы нормальные пацаны с капустой. Все, не надо развивать. Все, извините. Итак, в этом блюде у нас бланшированное, перевожу, приваренное брокколи. Что такое приваренное? Можно рассказать? Да. Расскажи. Мы кипятим воду, бросаем в кипящую, слегка подсоленную воду брокколи. Варим там ее буквально 3-4 минуты, потому что больше ей не нужно. И она вроде бы вареная, и еще не сырая, и уже не вареная. То, что нужно. В ней сохраняются все полезные вещества. То же самое мы сделали и с цветной капустой. Но цветную капусту мы обжарим, уже приваренную обжарим на сливочном масле. И в конце добавим и очень интересную, вкусную, пикантную и питательную нотку в панировочные сухари. Так. Дальше. У нас есть еще и брюссельская капуста. А вот это карлик. Брюссельская капуста. Ее мы пожарим сегодня во фритюре. Слегка прижарим для хрустящей корочки сверху. И она будет сочная внутри. Люблю тебя брюссельская капуста. А вот краснокочанная капуста. Краснокочанную капусту подаю-ка тебе. Из нее мы сделаем очень интересный соус. Итак, что мы делаем? Какой будет соус? Начинаем с краснокочанной капусты. Он на самом деле многокомпонентный. Ставим разогреваться пока сотейник, в котором все будет жариться. Для начала нарежем чеснок. Чеснок режем маленькими тонкими слайсами. Затем половину луковицы. Режем кубиками. Тоже слайсы? Ты сегодня что-то не плачешь. Ты какой-то черствый сухарь сегодня. Ты обычно ревешь, как истеричка, когда режешь лук. Ну, сегодня, видишь, опыт, опыт, годы. Я понял, беру свое. Ну что ж, добавим чеснок. Буквально немного обжариваем чеснок. Рассказываю, почему. Обжаривая чеснок вначале, весь чеснок отдает свой аромат в масло, на котором все жарится. Так, и? Это итальянская технология. И что получается в результате? Ярко обогащенное блюдо чесночным ароматом, а не острым запахом и вкусом. Но нету неприятного, да, составляющей, этой мерзкой составляющей чесночной. Как только слегка обжарился чеснок, вслед мы отправляем лук. С луком та же история. Он тоже отдает все неприятные маслу свои связоточивые ингредиенты. Ну и, конечно же, куда? Какой соус без тимьяна? Дай, пожалуйста, веточку. Бросай. У тебя хорошо получается. Так, здорово. Вот такое запашище. Ммм, подчеревок. Какой украинец не любит подчеревок? Он придаст блюду пикантности и насыщенности, да? То есть сама по себе краснокочанная капуста все-таки капуста, а благодаря вот этому бекону или подчеревку мы добавим мясной нотки. Во-первых, очень мелко нарезаем раз. Когда он обжаривается, он становится еще меньше. А когда будем забрасывать капусту? Вот сейчас как раз обжарится бекон. Так. Лишний жир выжарится в основу. И мы будем опускать туда нашинкованную капусту. Мелко нашинкованную. Чем я и займусь. Кстати, о капусте. Я пока буду мешать, наверное, соус, да, чтобы он не загорелся? Когда вы покупаете капусту, неважно, краснокочанная или белокочанная, всегда удаляйте кочерыжку, потому что именно в кочерыжке самое большое содержание нитратов. Она накапливает в себе нитраты, да? А некоторые говорят нам против, что кочерыжка сладенькая, детям дают на кочерыжку. Это грех большой. Да, потом детям нужно еще свериться. Ну что ж, прежде чем мы забросим краснокочанную капусту. Да. Не зря у нас здесь стоит бокал красного вина. Давай-ка мне его сюда. Мы его будем добавлять в соус. Я думаю, когда отметим... Ваше здоровье. ...круглое число наших программ. Нет? Смотри. Мы добавляем сюда красное вино. Мы выпариваем весь алкоголь. И остается в виде только тонкий аромат красного вина. Кстати, темянчик мы уже удаляем. Он уже свой аромат и вкус отдал. Сыграл свою роль. Так, сейчас ждем, пока оно закипит. Так, у нас... Должно закипеть вино? Да, должно кипеть и выкипеть где-то наполовину. Тогда уйдет весь спирт. Тем временем предлагаю не терять время и обжарить во фритюре нашу брюссельскую капусту. Подожди, а мы берем для обжаривания во фритюре... Фритюре это означает в большом количестве масла. Да, ну ты видишь... Она полностью должна быть погружена в масло. Да, да. Ты знаешь, не у всех дома есть фритюрница. Да. Поэтому рекомендую, можно взять сотейник, можно взять маленький казанчик, как это делала моя бабушка. Ну, никаких проблем нет. Все. Итак, Андрюш, смотри, я даю тебе сюда... Салфеточку. Салфеточку. Да. Сейчас подождем, пока разогреется масло. Давай проверим, горячее оно или нет. Обалдеть. Угу. Шоу. Что-то как раз прямо сейчас. Бери штучек шесть, восемь капусточек. Не швыряй туда, потому что... Аккуратно. Нужно брать мелкие, смотри, они сразу же совсем маленькие. Смотри, я покажу тебе, как сделать первые три. Смотри. Давай. Пойдете их на ложечку. И на ложечки отпускаем. Страшно? Нас проще кинуть отсюда. Да, спасибо, не надо. Давай. Получилось. Ты веришь? Ну вот, смотри, подрумянились и стали хрустящие листики на капусте. Вино выкипело практически в два раза. Очень бы древние греки бы не одобрили такое поведение. Чего? По отношению к вину. Хотя, может быть, одобрили, потому что главный оцент на капусте, они реально боготворили этот овощ. Они считали, например, что помимо того, что капуста, я уже говорил, символ трезвости, она, капуста, может лечить, во-первых, глухоту, во-вторых, головную боль. У меня вообще складывается впечатление, что они все лечили капустой. Знаешь, приходит мужик, у него меч торчит, воротит, ну а тебе капусту, иди, сейчас попустим. Я знаю только то, что все сорта капусты очень полезны. Они содержат очень легко усваиваемый белок. Более того, употребление капусты регулирует уровень сахара, холестерина в крови, стимулирует работу кишечника и даже сохраняет молодость кожи. По себе здорово. Ну и, наконец, вопрос, который волнует всех наших зрительниц. Растет ли грудь от употребления капусты? А об этом нам расскажет наш пластический хирург. Знаешь, Андрюша, я думаю, что, возможно, помогает, но для этого нужно, как минимум, в день съедать по кочану капусты. По два, потому что количество... По два, потому что, может, да, точно. Тогда будет расти. Обнадежим наших зрительниц, наших юных зрительниц. Мы сейчас стоим в сотейнике, то, что тут творится, я имею в виду, мясо, вино, капуста, выглядит максимально, с эстетической точки зрения, максимально здорово. Это подметили японцы, которые выращивают капусту не просто как полезное растение, а еще и как декоративный цветок. А что они им украшают? Японец может своей японке-подруге прийти с вилком просто краснокочанной капусты, как с букетом роз. Мы ходим, он ей предоставляет капусту, а потом они вместе ее очень так романтично и нежно поедали. Очень дешево. Да, дешевое свидание. И цветы выбросил, капусту съел. А капуста осталась. Так, ну что ж, пока у нас тушится наш соус, нужно его немножко посолить. Давай его посолим. Ты уже знаешь, для чего добавляют обычно в блюдо соль, чтобы из... Блюдо стало соленым. Капитан, очевидно, свернулся. Для чего мы солим? Для того, чтобы капуста максимально быстрее отдала свой сок, стало мягче. Соль вытягивает влагу и в то же время парадоксально делает ее как будто бы, ну, жидковатее, мягче. Такой вот соленый парадокс, так называется. Немножечко перца. Слушай, ну это не похоже на соус, вот то, что находится в сотейнике. Подожди еще немножко. Дай мне пять минут, не больше. Хорошо. А так пока проверимся по ингредиентам. Так, у нас есть... Вареная брокколи. Вареная брокколи. Полная однофамилица Барбары Брокколи, спродюсировавшая практически все фильмы о Джеймсе Бонде. Тын-ды-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Так. Цветная капуста. Ага. Которая совершенно не цветная, а обычная белая. Но если дать ее детям с фломастерами, то может случиться чудо. И обугленная капуста брюссельская. Ну не называй ее так, Андрей, пожалуйста. Она жареная, очень вкусно жареная. Ты ее попробуешь, заберешь свои слова обратно. Капуста стала мягкая. Ты какой-то светофор выложил здесь. А это я уже подготавливаю для декора. Я понял. Так, смотри. Дай-ка мне, пожалуйста, сливки. You're welcome. Thank you. Так. Ага, вот теперь это будет похоже на соус. Да. Так, а пока. Ты что-то морзянку какую-то передал? Передал соус, почти готов. Ага, я понял. Нам нужна сковорода. Кстати, посмотри, какой приятный сиреневый цвет. Свет очень красивый. Еще немного протушим, потом все это перебьем в блендере. А, и тогда это будет действительно похоже на соус. Окей. Так, теперь нам осталось. Да. Растопить немного сливочного масла. Давай. На сковороде. Так. Сюда же на сковороду мы отправляем цветную капусточку. Меня волнует. Это больше блюдо, которое в виде гарнира подается, или может и пройти как основное? Как основное блюдо. Как основное, да? Да, конечно. Потому что я вижу, у тебя уже обжарилась цветная капуста. Ну, не совсем. Ты думаешь, она уже обжарилась? Ее много не нужно. Я бы хотел, чтобы она подрумянилась. Сейчас она подрумянилась вместе. С сухарями? Переворачивай давай. Ну вот, разломал. Оно само. Оно само. Вот так всегда моя жена говорит после шоппинга. Оно само купилось. Оно само прыгнуло в сумку. Оно у тебя тоже разломалось. Нет. Так, точно так же выкладываем. Тоже в панировочные сухари? Да. А сюда, на бумажное полотенце? Выкладываем бумагу, да, чтобы излишек сливочного масла. Мы же следим за... За здоровьем. ...холестерином в крови, да. Лишнее масло впитается в салфеточку. Так. Теперь не забудем сразу же, не забудем посолить все. Наступает ответственный момент. Мы сейчас будем превращать в это капустное месь зима. Нечто. Нечто. Соус. Соус. Да. Наш друг блендер нам поможет. Да. Стекло запотевает. Обычно гаишники думают, раз стекло запотело, пили. А у нас же весь алкоголь выпарился из винного соуса. Запускай. Да. Ну что, давай не будем терять времени и поскорее начнем декорировать тарелки. Держи тарелки. Так, теперь смотри. Ты же знаешь, я люблю что? Красоту. Правильно. Конечно. Ты художник Андрей Дромов. Я давно это говорил тебе. Ты выкладываешь сейчас, смотри, ты делаешь такой окоп, как будто, да, из вот этой фиолетовой истории. Да. Такой ров. Фиолетовый ров. Теперь смотри. Да. В этот ров у нас зайдут солдаты брокколи. Брюссельчики. Да. И панированная цветная капуста. Так, наша отваренная морковочка. Не морковь сюда же, да. Ну что ж, почти все. Череп. Добавим по одной. Череп сюда. Ага. Череп сюда. Ну и какое... Есть. Скажи мне, какое блюдо Дромово без цветов. Ну, объяснили. А что, Андрюша, посмотри, практически картина готова, и я приглашаю тебя в дегустацию. Я боюсь разрушить такую красоту, Андрей. Ну что ты. Не бойся, Андрей. Так, 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 давай. Интересно. В этом соусе нас заиграло подробно. А брокколи, да. Брокколи отменно здорово. Это действительно не просто красиво, еще и так же вкусно. Насколько изумительно выглядит это блюдо внешне. Андрюша, сколько стоит такое блюдо в ресторане? 69 гривен. А обошлось оно нам? Ну, гривен 18. Друзья, забудьте о том, что здесь в этом блюде присутствует такой ингредиент, как вино. Но, поверьте, алкоголь выпарился полностью, и если вы решите накормить этим блюдом своих детей, вы не только воспитаете в них тягу к прекрасному, посмотрите на это буйство красок, но еще и добавите в их маленькие детские организмы огромное количество витаминов, которые не испорчены благодаря этому деликатному кулинарному подходу к приготовлению именно этого блюда. Запишите рецепт нашего капустного ассорти. Продолжайте тушить капусту, пока она не станет мягкой. Затем взбейте в блендере. Цветную капусту и брокколи нужно слегка приварить. Брюссельскую капусту обжарьте во фритюре до появления корочки и выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Цветную капусту обжарьте на сливочном масле. Добавьте панировочные сухари. Перемешайте. Выложите на салфетку. Все виды капусты выложите на подушку из соуса, добавьте для цвета кусочек вареной моркови и помидоры черри. А еще я напоминаю, что сегодня мы разыгрываем сертификат на приобретение детских игрушек на сайте нашего партнера, интернет-магазина «Розетка». И получить его можно играючи. Станьте первым, кто приготовит одно из блюд, которые мы готовим сегодня на нашей кухне, и выложите его фото с подписью «Розетка» на стене нашей группы в Фейсбуке. Адрес страницы вы видите на своих экранах. Там же вы сможете прочитать правила публикации фотографий. Друзья, теперь наступает время одного из главных курьезов в нашей программе. В Украине деревень нет, одни лишь села, а салат деревенский имеется. Рецепт деревенского салата прислала нам наша зрительница. Это многоуважаемая Нина Зубарева из города Черкассы. К сожалению, мы не знаем отчества Нины. Деревенский салат. Я предлагаю вам записать ингредиенты, которые понадобятся для приготовления деревенского салата. Для приготовления салата возьмите 2-3 клубня вареного картофеля, 300 граммов квашеной капусты, 4 вареных яйца, 300 граммов маринованных грибов, 3-4 маринованных огурца, 2 моченых яблока, пучок зеленого лука, 40 граммов домашнего подсолнечного масла и перец. Здесь в ингредиентах упомянута кислая капуста, но мы будем сами ее квасить, да? Сами будем превращать ее в кислую. Мы, конечно, не будем ждать несколько дней для того, чтобы она проквасилась, но я расскажу о быстром рецепте, как дома, в домашних условиях, и в небольших количествах можно приготовить квашеную капусту. Для того, чтобы засолить капусту, нам нужно ее мелко нашинковать. Нашинковать. Самое главное – опереться на выбор капусты более поздних сортов, тогда ее листья более плотные. Велок должен быть звонкий. Да, и в момент засола она получается хрустящая, вкусная. Она поет у тебя на зубах. Если покопаться в различных энциклопедиях, оттуда можно узнать, что капусту квашеную впервые стали употреблять в древнем Китае. Опять китайцы. Китайцы, да, древние китайцы. Слушай, а сало не китайцы случайно придумали, нет? Нет, сало придумали древние украинцы. Пожалуйста, это наши исходные. Китайцы кормили своих рабов капустой, которую вымачивали в вине. Рабов, которые строили великую китайскую стену. Почему она такая огромная? Рабам понравилось. Давай строить еще, 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 еще. Но все это время будут кормить капусту, вымоченной в вине. Расскажу, почему квашеная капуста полезнее, чем обычная. Бактерии, которые сквашивают капусту, образуют новые вещества, в результате чего капуста дополнительно обогачается витаминами и другими нужными компонентами. Смотри, мы нашинковали капусту. Вижу. Теперь добавляем сюда соль. Добавляем сахар. Сахара, кстати, нужно совсем немного, потому что мы добавим еще яблочки. Сахар активизирует быстрее процесс брожения. Теперь важный момент. Да. Очень нужно хорошо пожмакать, подавить капусту, чтобы она пустила свой сок. Обрати внимание, что яблоки я буду добавлять после, потому что если бы сейчас здесь были дольки яблок, что бы я пожмакал, что было бы с яблоком. Каша получила дольки, яблочное пюре какое-то. Ну что ж, смотри, капуста начинает отдавать свой сок. Самое время разрезать яблочко. Так. Нарезаем такими дольками. Ух ты. Теперь еще раз хорошенько перемешиваем, но уже не давим. Теперь мы на нее должны натереть морковку. Дай, пожалуйста, одну морковку, этого будет более чем достаточно. Трем ее. Трем. Теперь еще раз хорошенько перемешиваем. Перемешали. Теперь главный секрет. Гнет. Для кого-то не секрет, да. Нужен гнет. Нужно положить ее под пресс, можно использовать тарелочку. Положили тарелочку сверху, набрали там в литровую банку воды, положили сверху. Или младшенького посадили, чтобы не сбежал. Посидеть 3-4 дня. 3-4 дня как раз заодно и... Ну, в принципе, вот такой простой и интересный рецепт засола капусты. У нас капуста уже засолена, мы купили готову проверенной бабулечки на базаре. Да, да, да. Бабулечки изощряются как могут. Они туда и гранатовые зернышки кладут, и какую-то туда еще ягоду, какую-то мороженку они или клюкву туда добавляют. Я расскажу тебе больше о том, что очень часто на непроверенных рынках стихийных торгуют капустой, которую добавляют селитру. А знаешь для чего? Для чего? Чтобы она не перекисала, не перебраживала. И долго хранилась в этой бочке, ты кушаешься селитру. Стояла годами, да? Даже не знаешь, почему. Ты уже как Бигфордов шнур пропитался, спичку поднеси, и все, Аллах Акбар, бабах, и все, да? Андрей, передай мне, пожалуйста, яйца. Вот, смотри, я выложил, видишь, Олимпиада получилась. Так, отлично. Смотри, у меня уже в мисочке заквашенная капуста. Вижу. Очень вкусная. По рецепту нашей телезрительницы мы должны добавить сюда что? Картошку. Так, яйца будет немножко потом. Смотри, картофель мы нарезаем. Вареный картофель, да? Нет, да, отварной в мундирах, конечно, картофель. Смотри, так крупненько нарезаем яйца. Сюда же яйца. Тоже режем как на ледее, да? Смотри дальше. Пока ты режешь грибы для этого салата... Нет, огурчики. Грибами я украшу. То есть вся технология приготовления этого деревенского салата сводится к обычному измельчению основных ингредиентов, да? Да, да, да. Так. Зеленый лучок зимой мы с подоконничка снимаем. Так, есть. Подай мне, пожалуйста, домашнее масло. Пожалуйста. Оно добавит деревенской нотки. Солить его не надо. Салат не нужно солить? Не нужно. Конечно, там огурцы есть соленые и капуста. Но вот перчика я добавлю с удовольствием. Теперь хорошенько все перемешать. Перемешать. Андрюша. Да. Дай-ка мне, пожалуйста, тарелочки. С удовольствием. Ничего не нужно добавить? Нет. Возьмем на ложечку. Перчик и масло. Нет? Нет. Все в меру. Раз попробуешь. Яблочки моченые? Яблочки моченые. Грибочки засолены. Да. Есть у нас ягоды, клюквы, морожка какая-то. Слушай, а давай повыковыриваем отсюда. Давай представим себе, что это клюква и украсим ягодками граната, да? Да. Давай. Ну что, Андрюш? Да, Андрюшечка. Приятного аппетита тебе. Спасибо, родненький. Спасибо. Капусточка. Капусточки хочу, да побольше. За счет вареного картофеля, вареного же яйца, да маселка, это не просто салат, это готовое полноценное блюдо, друзья. Пришли в ресторан гурманы. Да. Или мы привели иностранных гостей, они хотят, так сказать, прильнуть корня, понять, откуда ездим пошла земля украинская, деревенская, он же сельский салат, появляется тут же в ресторанном меню. Во сколько его оценивают рестораторы? Ну давай остановимся на цифре в 50 гривен, это устремленная цена, дороже его ставить, ну просто невозможно. Несколько, да, грех. А себестоимость этого блюда будет, ну, гривен 8-9. 8-9 против 50. До 10, да. Извинительно. Спасибо огромное нашей телезрительнице за этот рецепт. Мы просим вас присылать тоже свои рецепты с фотографиями на адреса, которые вы сейчас видите на своих экранах. 01-601, Киев, улица Дмитриевская, 30, программа «Готуй маразом». Электронный адрес «Готуй маразом», собачка «Укр.нет». Ну а теперь давайте запишем рецепт деревенского салата, который прислала нам Нина Зубрева из города Черкассы. Чтобы приготовить деревенский салат, необходимо смешать квашеную капусту, крупно нарезанный вареный картофель и яйца, порезанные слайсами огурцы и зеленый лук. Заправьте салат домашним маслом, поперчите и перемешайте. Добавьте моченые яблоки и маринованные грибы. Один мудрый человек сказал, что хороший день начинается с хорошей еды, и я не могу с ним не согласиться. Готовьте вместе с нами, и отличное настроение на целый день вам гарантировано. Все темы наших дальнейших программ вы сможете найти на наших страничках в соцсетях. Адреса на ваших экранах. До вкусных встреч! Увидимся через неделю.